Народ, всем привет! И это новая серия про США. И сегодня на фоне вот этого красивого океана я бы хотел с вами поговорить про просто какую-то новую эпидемию того, что люди испытывают в Америке. И это одиночество. Я думаю, как и многие люди, задавались себе вопросом, да как так? Почему я один? Не может быть, никто со мной не хочет идти гулять, никто не хочет со мной видеться, никто не тратит время свое драгоценное, да, особенно это в Америке очень актуально. Люди прям такое чувство, что ваше время стоит просто золото, понимаете, как золотые слитки ваше время драгоценное не хотят тратить. А я вам скажу следующее, что здесь, наверное, вообще этот тип сообщества, да, вот Америка, для наших людей очень дикая страна. Потому что здесь, вот как вот видите, да, вот вся инфраструктура сделана таким образом, что вы просто не можете не иметь автомобиль. Здесь вот таких вот пешеходных дорожек очень мало. В основном люди передвигаются только на автомобилях. И как вы думаете, да, абсолютно очевидно, если вы передвигаетесь на автомобиле, вы ограничиваете себя и свое общение с людьми, с которыми вы могли встретиться, например, в автобусе или в метро. Например, я из города Киев, и когда я учился в Киеве, это было просто прекрасное время. Ты едешь в метро, можешь встретить каких-то новых знакомств, познакомиться с какой-то девушкой или с парнем, или со своим знакомым, ехать быстро куда-то встретиться. Здесь же все наоборот. Здесь люди все ездят на автомобилях. Что самое интересное, для автомобиля здесь сделано абсолютно все. Вы даже не можете, ну, можете не выходить из автомобиля, зайти в банк. Вы также можете забрать еду, не выходя из автомобиля, да. То есть, по сути, как в нашем Макдональдсе, да, Drive Thru, то же самое здесь. Абсолютно везде забрать ребенка с садика, со школы, не выходя с машины. Приехать в магазин, забрать продукты, не выходя из машины. В банк, не выходя из машины. То есть, абсолютно все вы делаете, не выходя из машины, соответственно, ограничивая себя общением с другими людьми. И я думаю, никому вообще не секрет, что это все начинается, наверное, с самого детского сада. Потому что в детском саду вы знакомитесь с новыми детьми, затем вы с ними вырастаете. Да, вы живете на каком-то районе, как я, например, жил. И вы знаете, последнее, что я хотел, это зайти домой попить воды. Так как моя бабуля, любимая, она бы обязательно меня бы загнала и что-то заставила бы делать. И понимаете, здесь даже этого нет. Я не вижу этих детей нигде гуляющих или там что-то строящих. Да, я когда был малой, я помню, мы все время строили какие-то деревушки на деревьях. Вечно рвали эти зеленые абрикосы. Здесь даже абрикос нету. Я даже не знаю, что современные дети здесь делают. Их на дорогах просто нет нигде. То есть или же мамаши с колясками, или же это люди а-ля моего возраста. То есть где вообще тусуется эта вся молодежь? Хотя я вот сейчас прям возле океана иду просто вдоль океана. Я просто этого не понимаю. И мне интересно, может быть, у вас есть знакомые, у которых есть, так сказать, дети, которые молодые. Расскажите, оставьте в комментариях, где они проводят свое время. Потому что я этих людей просто не вижу. И что дальше происходит, когда вы, например, в школе учитесь? Я вообще и в садике, и в школе, и в техникуме. Все это было у меня в одном городе. В городе Сумы. Украина. Все мои знакомые знали меня. И я знал. Я знал как минимум 70-80 человек, с которыми я мог пойти в любой день, в любой момент просто набрать. И мне сказали, слушай, пошли куда-нибудь там потусим. Не знаю, пойдем в кафе какое-то. Встретимся просто, посидим, поболтаем. Сейчас этого нету. Да, все куда-то разъехались. И я в том числе и вообще уехал в Америку. Да, бог знает где, вообще за океан. И этих друзей у меня больше нету. Потому что мы даже вместе дальше не общаемся. Понимаете? И это очень плохо. Потому что хочется вот эти вот, знаете, когда вы, когда вы малой, да, у вас всегда есть какие-то воспоминания, какие-то приятные моменты с вашими друзьями, только с вашими друзьями связанные. И это просто так классно. Потому что эти моменты только вы помните. Больше никто. И когда нету больше ваших друзей рядом, то есть даже не с кем вспоминать, потому что люди даже не созваниваются друг с другом. Настолько это все плохо. И затем, когда мы все еще взрослеем, более, да, поступаем, например, в университет. Я в университете был в Киеве. То получается, что я со всеми своими друзьями и знакомыми и лучшими друзьями детства, которые были у меня в школе и в техникуме, я просто перестал с ними общаться, потому что появились новые люди. Да? И интересы разошлись, они остались там, я переехал в другой город. Соответственно, все эти связи опять потеряны, и вы начинаете опять искать для себя какого-то нового человека, да, лучшего друга искать. Соответственно, какую-то новую компанию. И это все нас отталкивает к тому, что мы в основном одни, понимаете? И никто не хочет быть один, но однако обстоятельства складываются так, что мы одни. Знаю, что можно сказать, что мы одни приходим сюда и одни уходим, но как-то хочется времяпрепровождения здесь сделать с улыбкой и с какими-то вашими друзьями, хорошими знакомыми. И знаете, что вот еще тоже интересно, это то, что чем взрослее мы становимся, тем даже если вы, предположим, вам так повезло, вы остались в том же самом городе, со всеми своими друзьями, знакомыми, и все хорошо. Так еще и если у вас, например, нет семьи и нет детей, а у них есть, так у них больше нет времени для вас. И это вообще капец, так как вы просто остаетесь одни в этом мире, и никто даже с вами провести время не хочет. А в современном мире так еще и проводить время стало дорого, потому что если вы будете встречаться со своими друзьями, вы обязательно захотите пойти в какое-то кафе, в какую-то, ну не знаю, на картингах покататься, может быть, прыгнуть с парашюта или поехать в какое-то путешествие, но за это все надо заплатить. То есть даже на это нужно иметь деньги. Друзья требуют времени и денег. И не стесняйтесь тратить их на то, чтобы ваша связь не оборвалась с вашими знакомыми и близкими друзьями. Потому что кто, как не они, знает вас лучше, вашу никчемную жизнь. И кроме них, вас поддержать никто даже не сможет, когда у вас тяжелый момент, или вам некому даже просто позвонить. Я помню ситуацию, когда я был малой, я просто вообще брал телефон в 10 вечера, звонил своему другу, просто припирался к нему, и мы там тусили. Где сейчас это время? Да и ни друга нету, и времени нету. Потому что мы все заняты, все время о чем-то думаем. А сейчас вообще с новым трендом того, что после ковида это очень стало популярным, это то, что мы начали работать на дистанционке. Да, то есть вообще даже образование ушло к тому, что все делается по зуму. Ну, ребята, по зуму друзей не найдете, понимаете? То есть вообще все перестроилось к тому, что каждый становится сам себе хозяин, индивидуалист. То есть я там зум... Ну, вот какой график у обычного человека, который работает, например, на удаленке? Он утром проснулся, сам себе дома заварил кофе. Он даже никуда не ходит, чтобы хоть кого-то увидеть, да? То есть он не встречается даже в Старбаксе, ни с кем не говорит никому, ни привет, ни пока. Вот он дома, сам себе заварил кофе, сделал себе завтрак в своей зато квартире. После этого поработал там 8 часов, 10 часов. И что дальше? Поужинал и лег спать. И так просто цикл. Все, мы идем по циклу. И как выбраться с этого цикла? Ну, разные способы есть. Один из способов, и второй, и третий расскажу в конце видео. Но я вот приведу вам пример своих родителей. У меня, слава богу, есть мама и папа, я их очень люблю. И я вспоминаю те времена, когда... Вот, например, мама и папа, они, наверное, за всю свою жизнь поменяли всего 3 работы. Понимаете? 3 работы. То есть, и плюс, они ни разу не переехали никуда. То есть, они оставались все время в одном и том же городе, и их коллеги по работе тоже были с ними. И знаете, когда действительно есть какие-то проблемы на работе, и вы долго с этими людьми проходите через эти все проблемы, это вас скрепляет. Понимаете? Особенно, когда вы не меняете работу постоянно. Есть хорошая песня Высоцкого. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. И вот это, на самом деле, эта фраза из этой песни очень хорошая в том плане, что я, например, когда занимался велоспортом и биатлоном, у меня было очень много друзей, потому что мы проходили через все вот эти нюансы, через все сложности. И мы до сих пор со всеми общаемся, дружим, много фотографий друг другу присылаем, опять же, общаемся, потому что мы через многое прошли, и вам это сделать нужно то же самое. И еще одно очень интересное, знаете, есть, ну такая у нас как бы фраза знаменитая, под лежачий камень вода не течет. Друзья, вы должны просто приложить максимально усилить для того, чтобы остаться дружить с кем-то. Вы не можете это просто пустить на самотек, иначе у вас просто не будет друзей. Друзья, нужно делать это все самому. Я знаю, многие люди, наверное, думают, да ничего страшного, пускай мне кто-то напишет. Нет, ни отношения, ни дружба не строятся на том, что кто-то вам напишет. Вы должны сделать сами первый шаг, сами. И только вы можете, как говорится, начать вот это все движение. Иначе ничего не произойдет, вы просто перестанете общаться с этими людьми, они, возможно, найдут другие какие-то знакомства, и вы опять останетесь одиноки. Как в Америке, например. Вот представьте, многие люди мне в комментариях предыдущих там писали, вот, я там бросил родину, и все такое. Друзья, а что вы сделали для того, чтобы выйти из вашей зоны комфорта? Просто подумайте на секундочку, напишите в комментариях, вот, что вы сделали для этого. Я приехал сюда, да, потому что в Украине сейчас вообще не сладко, особенно для парня, которому 31 год. Знаете, да? И насколько тяжело нашим людям вообще здесь сейчас. Вы представьте, насколько тяжело нам здесь найти кого-либо. Я уже молчу про самих американцев, которые здесь родились, и они все все равно разъезжаются. Большинство семей, которые здесь, например, выросли, я знаю очень много людей, которые не с Флориды. То есть, да, они сейчас живут во Флориде, но они с разных штатов. И это говорит о том, что, скорее всего, они родились в одном месте, потом переехали учиться в другое место, а затем переехали работать в третье место. Поэтому в Америке очень развита продажа недвижимости. Например, для нас это абсолютно не свойственно. Никто у нас не продает дом каждые 3-5 лет. А здесь это люди делают в связи с тем, что находят новые работы. А когда вы находите новые работы, вы теряете старое знакомство. Поэтому это очень плохо. Из-за того, что даже если вы проработали где-то на фирме 3-4 года на какой-то, то вы понимаете, вы находите знакомство, вы начинаете дружить с людьми, с вашим коллективом. Я знаю, не все идеальны. Абсолютно с вами согласят. Но как минимум вы знакомы с этими людьми. Как минимум вы знаете их. Вы можете пойти куда-то и подружиться с ними. Узнать, возможно, у них есть какие-то друзья. И знаете, что интересно? Для того, чтобы найти знакомство, нужно приложить какие-то усилия. В Америке, например, многие люди вообще покупают абонемент в тренажерный зал, для того, чтобы просто видеть людей. Они приходят, что-то поделали и хотя бы людей увидели. Понимаете, насколько все вообще здесь плохо? Вот, кстати, сейчас покажу график. Представляете себе? Это говорит нам о чем? Вот эта фраза. говорит о том, что 34% американцев считают, что они будут одиноки после 30 лет. вообще одиноки, без общения, без друзей, без никого. И 37% людей считают, что они будут видеться с одним из их друзей в течение одной недели. То есть за целую неделю вы видите всего одного человека. И это 37%. Это просто ужасно. Поэтому, друзья, срочно нужно пойти на пляж. Пойти, например, играть в волейбол. Представляете? Вы приходите на волейбольную площадку. Как минимум, там есть еще 11 человек, которые, возможно, с вами разделят то же самое. Вы будете играть, вы будете счастливы, вы будете довольны. Во-первых, вам не надо сидеть в тренажерном зале. Во-вторых, вы двигаетесь, развиваетесь для самого себя же и находите друзей и знакомых. Это же не прекрасно. Это просто замечательно. Пойдите на танцы. На танцах люди проявляют себя. На танцах люди выражают себя, выражают свои эмоции движениями. Это прекрасно. Вы научитесь хорошо танцевать. Найдете какую-то компанию. Не ленитесь. Не сидите дома за YouTube, Instagram, просто листая ленту. Многие люди это делают. Поэтому я записываю для вас такие видеоролики. Потому что я не хочу быть как все. Все просто говорят про одно и то же. Я хочу, чтобы вы хоть что-то сделали для того, чтобы улучшить свою жизнь. Найти друзей и быть счастливы. Поэтому, друзья, поднимайте свои булки. Двигайтесь к будущему и все у вас получится. Оставляйте комменты, ставьте пальцы вверх. Все комменты ваши читаю. Люблю, целую, обнимаю. Пока. Один из лайфхаков. Вы также можете завести себе собачку. Слушайте, здесь очень много людей, которые ходят, гуляют с собаками. И если вы очень стесняетесь и не чувствуете уверенности в себе, просто вы можете завести собаку, если вам нравятся собачки. Пойти на любую площадку, где люди тоже играют с собаками и познакомиться. Моя знакомая так познакомилась со своим будущим мужем. Понимаете? То есть вы никогда не знаете на самом деле, где вы можете встретить, например, даже свою любовь. Вы можете просто от одиночества завести собаку, пойти с ней куда-то и встретить любовь всей своей жизни. Поэтому пользуйтесь. Вы поняли? Это явный вам пример. У девушки собака, овчарка. И у мужчины две собаки, овчарки. И вот они познакомились. Прямо сейчас на ваших глазах. Я не говорю про то, что люди не одинокие. Но я говорю про то, что люди должны прикладывать хоть какие-то усилия для того, чтобы перестать испытывать одиночество. Остаться одному? Здесь нет ничего такого. Это классно, это здорово. Вы можете подумать о своих делах, какие-то планы себе построить. Но не надо чувствовать себя одинокими. Посмотрите, сколько людей рядом. Их много, они вокруг вас. Пользуйтесь.